Сейчас проведем социальный эксперимент, спросим у людей здесь, в Мексике, что они думают о нелегальной иммиграции, о разделении детей на границы, почему некоторые считают себя нелегальными иммигрантами, хотя приезжают сюда легально. Зададим вопросы людям. Ребята приехали из Узбекистана, хотел задать несколько вопросов. Как давно приехали? Здравствуйте, мы приехали 14 июня, уже немножко больше недели. Понятно, у вас семья? Да, у нас семья. Сколько человек? Общие 4 человек, двое взрослых, двое детей. Понятно. Буду задавать такой вопрос, мне вчера, вы мне написали, да, вчера или позавчера? Позавчера, кажется, да. Позавчера написали мне отсылку на новость по поводу разлучения семьи. Да. Можно задать вопрос прямой? Да. Вы считаете себя нелегалом? Нет. То есть вы сейчас легально идете и легально подаете? Вы эту новость читали, там речь шла о ком? О нелегальных мигрантах. Мы потом это увидели. То есть только потом? Да. Вы представляете, сколько людей сейчас в Средней Азии берут эту новость, видят, что там разделяют детей, хватаются за голову. Я говорю, ребят, читайте внимательнее. Да. Кстати, еще хорошая новость для тех, кто нелегально сюда приехал. Мы с такими делами не имеем, но тем не менее, если такие люди есть и такие люди здесь оказались. Для вас тоже хорошая новость. Трамп сегодня в новостях сказал о том, что даже у нелегальных иммигрантов детей больше не отнимают, потому что его супруга, там много всяких разных звезд и так далее вступились за защиту нелегальных иммигрантов и их детей. То есть вам это не грозит в любом случае? Очень приятно. Я думаю, что вы легально приехали сюда. По ценам как тут? Ну, продукты немного подороже, чем на Узбекистане, но приемлемые. В море купались? Да. Как вода? Прекрасно. Это первый раз. Это как в кино. Да. Вы видели, что водоросли там, да? Здесь еще много водорослей. Это сейчас такой сезон, кстати. Да, да. Водоросли тоже есть. И пахнет. Да, да. Как сероводородом. Как в акварме пахнет, да. Ну, сероводородом. Яйца. Да, да, да. Да, вот такое сейчас море. Итак, ребята, все, на этом заканчиваем, да? Я обращаюсь к коллегам-журналистам.